Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре будут очень интересные товары. Я бы даже сказал бы товары трэш-сегмента, потому что такая, короче, фигня мне пришла. Я немного даже подофигел, когда посмотрел, что мне пришлют. Товары у нас из сайта Banggood, и у нас сегодня будет интересный конкурс на эти трэш-товары. Может кому-то пригодятся, может кому-то понравятся, может просто кто-то захочет поприкалываться. Вот, значит, у нас первая посылка. Вторая посылка. И третья посылка. Ну, как-то так. В общем, много говорить не будем. Ага, еще уточню. Победителей у нас будет аж целых 8 человек. Да ладно, да ладно! 8 товаров, если я не ошибаюсь, 8 человек, то есть... Изи! Изи! Реал ток! Синька базис, мэн! И первая посылочка у нас будет вот такая, короче... Такой пакет! У нас что-то большое. Так, мы немножко переместились в кадре и смотрим нашу посылочку. Тут пару товаров, как я понял. Начнем вот с этого экземпляра. Это, я как понимаю, у нас диспенсер для подачи воды на бутылки. Так, вот в такой коробочке приходит. В комплекте у нас идет сам диспенсер, трубка для подачи воды, USB-вход. Я как понимаю, его нужно будет заряжать и в нем должен быть встроенный аккумулятор. Тут все написано по-китайски и непонятно. Но аккумулятор точно будет встроенный. Так, и вот вижу, у нас есть сертификат, так сказать, китайского качества. Уже этот сертификат я вижу не впервые. То есть это значит, что товар проверенный китайцами. Не знаю, как он там проверенный, надежно или не надежно. Но, в общем, лучше с таким сертификатом, чем без него. Сейчас вы видите вставки видео, как работает данный диспенсер. Сейчас мы попробуем, за сколько времени наберет наш диспенсер полтора литра воды. Так, засекаем. Вот, водичка, видим, пошла. Напор очень хороший. Я вам скажу так, диспенсер идеально на 5-литровую бутылку не садится. Но качает. Все качает, все отлично, все хорошо. Он идеально садится. Вообще этот диспенсер предназначен для бутылей, я не помню, в 20 литров или в 50. В общем, этих больших бутылей. Он прямо на них идеально сядет. Есть. В общем, я скажу так, за минуту наш диспенсер перекачивает полтора литра воды. Не знаю, хорошо это или плохо, но меня такая производительность вполне устраивает. Так, далее у нас вентилятор. USB-вентилятор. Че? Че? О, елки-палки. Мне кажется, догадываюсь, что это такое. В общем, ребят, это прям, короче, трошечек такой прикольный. Это селфи-палка у нас. Вот такой коробки найдет. Это, в общем... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я просто... Это, ребят, селфи-палка с функцией вентилятора. Вот такая селфи-палка, в общем. Не, ну слушайте, сделана она добротная, я вам скажу. Тут у него есть такой мягкий ремешок резиновый. Он, вот, видим, хорошо тянется. Вот, и вентилятор такой добротный. Вот он у нас разложился. Сам у нас монопод небольшой. Прям вообще небольшой. Вот он такой. Э! О! У него есть турбо-режим! Ха! Да ну на! Смотрите, тут тут есть кнопка, в общем. И он прям в турбо-режиме сейчас дует. Вы слышите, да? Слышите, как он рубает? И выключился. Ага, ясно-понятно. У него тут батарейка находится. Формата 18650. То есть, я так подозреваю, его хватит на очень долго. Так, ну в общем, еще раз пробуем, как он будет сдувать нашу бумажку на максимальных оборотах. Вот, мы запустили его. Вторая функция, второй режим. И мега-тупо летим в космос! Ну, да. Ну, прикольно, прикольно. Я вам скажу, очень даже необычно. У нас наша батарейка может заряжаться. Вот через такой вход. И я вам скажу, довольно необычно, необычненько. С обратной стороны у нас есть кнопка. То есть, мы нажимаем кнопку, и у нас телефон фотографирует. Я так подозреваю, это для того, для девушек очень пригодится. Например, если девушка делает селфи и включает у нас вентилятор на максимальную скорость, у нее должны, так сказать, развеиваться волосы. И это на фотографии будет очень прикольно, стильно. Так скажу, вещь довольно прикольная, интересная, сделанная качественно. Я не скажу, что это говно по сборке, но изначально товар, ну, такой, короче, сомнительный. Хотя, в принципе, ничего, пойдет. Ходить летом и охлаждать себя, фотографировать и охлаждаться, нормально, пригодится. А, кстати, что еще подумал тут с оператором? В принципе, тема вообще годная. Едете куда-то сниматься на какую-то фотосессию, в маршрутке, например, короче, включили его. Такие моднявые сидите, такие, о, люди, которые рядом у вас сидят, балдеют от жары, ну, или не балдеют, не знаю. А вы, короче, включили себе вентилятор и такие прохлаждаетесь. Ладно, неплохо. Так, ну, а эта штука у нас электрический винный аэратор. Поначалу я вообще не понял, что это за фигня и сейчас до конца толком не понимаю. Идет он в такой вот коробочке, все понятно. Вот он у нас закрыт довольно добротно. Как я понял, эта штука насыщает вино или другой алкоголь, я там что-то читал, виски или коньяк, воздухом. Вернее, не воздухом, а кислородом. Это для того, чтобы почувствовать настоящий вкус вина. В общем, этот товар для истинных гурманов. Я не знаю, кому он пригодится. Опять же, если вы истинный гурман и вы любите вино и любите чувствовать прям настоящий насыщенный вкус любого напитка, эта штука вам пригодится. Я вам дальше во вставочке покажу, как он работает и расскажу. А пока что смотрим по факту. Так, у нас есть вот такая трубочка. В общем, вот такая вот бочоночка. Она вверх бутылки втыкается и насыщает напиток кислородом. В общем, смотрите вставочку и по факту поймете, как она работает. Так, дальше у нас ваниль, пластик, рэпайт, кит. В общем, я не знаю, что такое. Оператор говорит, что винил, а не ваниль. Ну, мои 30 лет с преподаванием в лондонском университете отдались. What the fuck? Что у нас? Европа уже заехала, да? Тут радуги вот начинаются. Вот это вот все дело, да? В общем, это какая-то надувная платформа, как я понял. Тут есть выемки под бутылки. Вот такие выемки для под бутылки, под банки, под пиво, наверное, или под какие-то стаканы, под чай, я не знаю. В общем, я похожую штуку видел. Это такая надувная платформа, вы ее надуваете. И когда вы плаваете в бассейне, ну или ванной, например. И в море, кстати, вот если собираетесь на море, вот прям тема обязательна к приобретению. Особенно мужикам. У нее образуются здесь стенки. И она не тонет. Вы сюда можете положить по бутылке или по банке пиво. А сюда вовнутрь какие-то вкусняшки, закусочку. Или, 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 или водовку там, не знаю. Винчик, пивасик. Так, мы идем дальше. Вот у нас следующая посылочка. В общем, ребят, если вы любите, если у вас есть банда друзей, и вы любите застолья дружеские, этот товар пригодится вам. И будет вообще прикольный. Это мини дартс шутсет гейм. Чего, блядь? То есть, для тех, кто понимает английский язык, у нас есть мишень, у нас есть 4 стаканчика, у нас есть дротики на магните. И мы кидаем дротиками в мишень, понятно, и там будет видно, кто пропускает, кто не пропускает, кто будет пить. Вот так она у нас выглядит. Тут у нас находятся стаканчики. Табло у нас не крутится. Не крутится табло у нас. Тут у нас на... мы кидаем дротиками. Вот два у нас красных и два желтых дротиков. Вот они хорошо магнитятся. Вот я сейчас попал. На чего я попал? Ассигнашот. Я не знаю, что это такое, короче. Я бы пил, в общем. Если я попаду в паз, значит я не пью. Или кто-то другой. Если drink which abadi, то есть, как я понимаю, пьют все. Ну, вот что-то типа того. Конструкция выполненная в металле. Она добротная. Я думаю, что не поломается, точно не побьется. И, как видим, стаканчики у нас приезжают. Ага, вот так упакованы. Ну, я вам скажу, стаканчики у нас... Ну, наверное, 30-граммовые. Это все дело у нас ставится как-то на помост сюда. И пьется. По желанию можно, в принципе, нет. Один еще стаканчик не добавить. Вот и такое у нас действие. И последняя посылочка у нас... Самым трешевым товаром закончим в конце. Я примерно понимаю, что это за лобудень. Это у нас приспособление для резки арбуза, дыни, головы хренового оператора. Сделано оно все добротно. С хорошего пластика, который не гнется. Лезвия у нас выполнены из нержавеющей стали, наверное. Короче, из стали они сделаны. И на краях они застряны. В общем, сейчас смотрим, как данные приспособления режет арбуз. Да, мой друг. Это полнейшее говно. Дальше у нас идет вот такое, я фиг его знает, ведерко для льда, что ли. Как ледница, не знаю. Напишите в комментариях, как вы думаете, какое оно имеет название. Вот такая лобудень. Сделана из силикона. Внутри у нас есть отсеки для льда. Тут как бы понятно видно. Эта крышка у нас вот так закрывается сверху. А это у нас насадка такая, чтобы вода не протекала. Мы сюда наливаем воды. Она затекает в наши отверстия вот сюда. И ставим ее в морозилку. Далее мы ее вынимаем. Кладем сюда бутылку. Вынимаем эту вот насадку. И делаем вот так. Кстати, типа это силикон вместе с пластиком, наверное. Чуть-то оно такое немножко жестковатое. Но для льда, я думаю, будет идеально и пойдет. В общем, у меня тут умный оператор сильно оказался. Где их только берут, не знаю. Где я его нашел. В общем, она говорит, что, как он думает, Эту чашку не вынимают. Просто сюда кладут бутылку, наливают воды. Вернее, наливают воды. Она замерзает, кладут бутылку. И бутылка охлаждается. Или, возможно, не бутылку. Возможно, что-то другое. Такой вот треш-товар, например. И закрывается. И оно работает, как мини-холодильник. И охлаждает. Летница прикольная. Сделана довольно качественно. Добротно. Ничего плохого сказать не могу. Кому интересно, смотрите. По ссылке в описании. Так, ну и последний наш товар. Я, конечно, в шоке был, когда увидел. Мы сейчас тоже, я думаю, немножко... Вот это вот офигеете. В Китае, говорят, это сейчас тренд. Не знаю, как в Китае. У них там, блин, непонятно, на что тренд. На какую-то вообще дичь нереальную. В общем, ребята, это у нас... Смотрите. Оп. Опа-на. Это, короче, соломинка для питья чего-либо. То есть, это личное слог. Короче, приходите в такой бар. Сейчас вам покажу. Сейчас я ее сложу. Она сделана из алюминия. И внутри я вижу очень хороший силикон. Я так подозреваю, что это силикон. Так, вот она у нас вот так слаживается. Короче, вы приходите. Вот она вот так слаживается. Приходите вы такой в бар только заказываете. Дайте мне коктейль. Такой бармен вам переносит. Соломинку поставил. И такой... Ха, серьезно. Опа-на. У меня так есть своя. Опа-на. Не, в натуре класс. Четко. И вот она сама раскладывается, слаживается. В общем, прикольная штука. Серьезно. Ой, китайцы, китайцы. Я просто балдею. Также есть внутри такая вот проволочка, веревочка. Это для очистки соломинки. Вот она вот так вставляется у нас. Оп. Мы ее вставили. Сюда потянули. Оп. Соломинку почистили. Качественно... Ну, то есть, да, это товар как бы фуфло. Чего, кто его покупает, не знаю. Мы китайцы, это только вряд ли. Разве. Качество сборки вполне нормальное. Качество материала нормальное, мягкое. Товар. Товар. Силикон тянется. Все слаживается. Ну, зачем? Типа серьезно. Коробочка. Хорошая, качественная. Закрывается. Коробочка вот плотно закрывается на магните. Все сделано хорошо. Зачем? Зачем? Вот это вот, вот, зачем. Зачем и почему? Фу, жарища у нас. О! Так, ну, конец видео. Надеюсь, ролик вам понравился. Я уверен, что я этими товарами вас немножко позабавил. А может быть, открыл для вас Америку, вот, например, этим товаром. Я был в шоке, когда его увидел. В этом видео у нас конкурс на 8 победителей и 8 призов. Ну, у нас сегодня было 8 призов. И вы любой из этих товаров сможете выиграть. Что нужно для участия? Подписаться на группу Banggood в ВК. Ссылочки будут в описании. Потом подписаться на мою группу в ВВК. Подписаться на канал Альпачино. И поставить лайк этому ролику. И еще оставить ссылку в описании на свой ВК, чтобы я смог отследить, подписаны ли вы или нет. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А еще, если вы какой-то товар считаете вообще мега трэш, напишите в комментариях, мне будет интересно. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока. Надеюсь, этот выпуск вам понравился.